Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. В эфире программа «Кухня» и я, ее ведущая, Виктория Черкова. Тема нашей программы – необыкновенные летние и сочные гастрономические композиции. Сегодня мы в гостях у ресторатора Елены Опариной. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Елена, расскажите о концепции вашего меню. Когда мы придумывали меню и когда мы формировали основную идею, мне хотелось принести что-то легкое, достаточно полезное. То есть то, что можно было бы отнести к правильному питанию, но при этом, чтобы это было действительно вкусно. Также я очень люблю необычные вкусовые сочетания, когда соленое, сладкое, хрустящее, тянущееся. Мы постарались основывать меню на таких вещах. То есть мясо с тестом у вас практически не найти? Ну, есть такая позиция, конечно, к сожалению, от нее никуда не уйдешь, потому что люди достаточно консервативны в городе, но это не то, на чем мы делаем акцент. Где вы искали рецепты? Может быть, за границей? Я много путешествовала в последние 5-6 лет, смотрела то, что мне нравилось в Европе, в Америке, где очень сильные тренды идут на здоровое питание, именно на вкусное здоровое питание. Что-то я привезла оттуда, что-то мы сделали в коллаборации с моим шеф-поваром. Я думаю, что получилось достаточно интересно. А что вы привезли оттуда? Мне очень нравилась идея с манго-шейками. Это органические шейки из натурального манго с добавлением маракуйи, ананаса, других экзотических фруктов. Это было очень вкусно, полезно, это было достаточно питательно. Мне нравилось вот это блюдо, оно было достаточно успешным. Кухня какой страны вам ближе всего по духу? Ну, мне лично ближе, наверное, французская кухня, но она достаточно сложная. Чтобы хорошо готовить французскую кухню, должны быть очень качественные продукты. Качественное масло, сыры, мясо. В наших условиях у нас нет возможности покупать все фермерское, потому что во Франции готовят в основном на фермерских продуктах, на локальных. У нас, к сожалению, такой возможности нету, потому что мы закупаем в основном все из магазинов. Поэтому, наверное, я старалась приблизиться больше к чему-то американскому, когда идет микс из разных кухонь, немного от мексиканской, немного от испанской. И уже комбинируя вот эти вот сочетания, мы получаем что-то интересное. И с французской что вам больше всего нравится? Я сама люблю салат с горячим козьим сыром, там гренки, запекается сыр с медом, с орехами и просто листья салата. Очень вкусно, и козий сыр сам себе дает такой замечательный аромат. Я люблю французские десерты, крем-брюле и наполеон, такие вот всякие тортики. А вы хотите вот этот вот салат, например, с козьим сыром ввести в позицию вашего меню в ресторан? Да, кстати, интересное предложение, я об этом сама не думала, но я вот сейчас рассказывала, мне самой его очень захотелось. Да, я бы хотела попробовать. Но сейчас у меня есть очень интересная альтернатива. Она также вегетарианская версия идет. Это салат с авокадо, яблоком, чукой, все это в ореховом соусе, пророщен, ну, ростки гороха, микрозелень для украшения. Это безумно вкусно, я очень люблю, я достаточно мало ем мяса, поэтому вот такие вот вегетарианские блюда, мое самое любимое. Я надеюсь, что я вам сегодня, у меня будет возможность вам сегодня его показать, потому что и подача самая невероятная, и все краски зеленого очень красиво. А есть у вас еще какие-нибудь блюда, которыми вы гордитесь по-настоящему? У нас есть очень интересная позиция в меню, она называется креветки васаби. Она красивая, яркая, там розовые креветки и ярко-зеленый кляр. Кляр делается на основе соуса васаби и сгущенного молока, и поэтому, когда вы будете пробовать вот эту креветку, будет ощущение того, что немного острая, немного сладкая, все это вместе, и еще плюс сама креветка дает аромат. Это очень вкусно, мне нравится. Позиция такая достаточно, ну, скажем так, не все любят морепродукты, и тем более что-то острое, выглядит она необычно, но я настоятельно рекомендую попробовать. Елена, я заметила, что вы отошли от типичной европейской классической кухни. Как ваш эксперимент восприняли посетители? Пока мы в стадии проработки, это с нашими гостями, и мы пытаемся узнать, что им нравится, может быть, что-то добавить еще. Но вообще от изначальной концепции, которую я хотела реализовать, я ушла достаточно далеко, потому что я в планах думала, что это будет больше авокадо, больше рыбы, тунца, лосося, больше фруктов даже экзотики, например, папайя, маракуйя, мне хотелось какие-то фруктовые тарелки, десерты на основе манго и экзотики. Но тестируя, тестируя меню, со временем мы поняли, что все-таки нужно оставаться в реалиях города и нужно опираться на то, что нравится нашим жителям тоже в том числе, потому что не каждый готов есть сырой тунец, например, с авокадо, либо там немного недоваренный рис с какой-то еще другой рыбой. Пока это достаточно сложно, но в любом случае жители нашего города, они тоже хотят немного идти вперед и пробовать какие-то новые вкусовые сочетания, поэтому мы делаем это постепенно. То есть новые-новые-новые какие-то позиции вводим для того, чтобы они могли попробовать. Сейчас как раз все рестораны открываются, вот этот режим потихоньку снимается. В новом периоде, когда мы все переродимся и вновь придем в кафе, какие позиции вы будете вводить в ваше меню обновленное? Я думаю, что, скорее всего, будет больше рыбы. У нас сейчас есть очень вкусный сибас с морковным пюре, картофельным пюре, плюс отдельно там овощи на пару. Она очень... она мало того, что вкусная, она еще и очень полезная, и при этом вкусовой баланс достаточно гармоничен. Я думаю, что мы ведем еще какие-то позиции с рыбой. Также мы думали про пасту, пасту с морепродуктами, с курицей, с сыром, но хочется, чтобы это было необычно. Пока необычные пасты, но ты встречаешь достаточно редко. А сами вы как питаетесь? Вы, наверное, в том же стиле примерно продолжаете, да, что и ваш ресторан больше овощей? Да, да. И я начала так питаться, когда начала много путешествовать. Я вижу, как питаются люди за границей, и что это действительно дает хорошие результаты. Это сказывается хорошо и на самочувствии, и на внешнем виде. В моем рационе преимущественно овощи, наверное, процентов. На 80-70 это только овощи и фрукты. И остальные 30% это мясо, какие-то хлебобулочные изделия. И достаточно редко я себе позволяю что-то сладкое. Я предпочитаю целиком от этого отказываться. А когда вы обедаете в вашем ресторане, что вы себе заказываете? Я очень люблю вот зеленый салат. Мне нравится кисадилья. Она сочная, прожаренная, подается соусом гуакамоле. Я прошу еще себе сметану, но мы ее со сметаной не подаем. Просто мне вот так вот нравится. Также я люблю рыбу. И мой любимый десерт это панакотта с тоник-гелем, с крошкой, с крамблом. Выглядит потрясающе. И вкусовое сочетание тоже очень хорошее. Там есть и сладкое, и немного горькое за счет тоник-геля. Я думаю, что я вам тоже его покажу. Где вы нашли этот рецепт? На самом деле, это все эксперименты моего шеф-повара. Он очень любит учиться, развиваться. Ему нравится делать что-то новое. Он постоянно пробует, пробует, пробует. Если есть какая-то свободная минута у него на кухне, он обязательно что-то придумает. И потом, а давай попробуем вот это. А давай сделаем вот это. А давай, может быть, мы попробуем эту позицию ввести в меню. Очень комфортно и интересно работать, потому что просто безграничный простор для творчества. Хорошо, что вы такие экспериментаторы, никакого консерватизма. Мне уже не терпится попробовать, посмотреть, как мы будем все это готовить. И сейчас мы переходим к самой вкусной части нашей программы, к мастер-классу от шефа. Знакомьтесь, это Иван Данилин, шеф-повар. Что мы сегодня с вами будем готовить? Здравствуйте, Виктория. Мы будем сегодня готовить креветки васаби, будем делать вегетарианский салат и будем делать десерт по нахоту с кокосом ганашем и тоник елем. Давайте приступаем тогда. С чего начнем? Что у нас первое в очереди? Начнем мы с креветок васаби, конечно же. Сейчас я покажу, как нужно, в каких пропорциях сделать кляр. Креветки у нас уже подготовлены. И соус у нас, в принципе, тоже уже готов. Приступим к кляру. Давайте. Соус у нас из чего состоит, кстати? У него такой цвет экзотический, прям зеленый. Соус у нас состоит из васаби-крема, сгущенного молока, майонеза и сахе. Интересное сочетание. На самом деле, вот как он выглядит. Прям малахитовый цвет. Вы сейчас до какой консистенции все это размешиваете? Чтобы было однородно, да? Да, да, да. А вот эти красные перчики, кстати, в какое блюдо у нас пойдут? Они у нас пойдут в креветки. Их нарезать? Да. Так, а как? Где у нас можно резать? Покажите мне. Режем здесь. То есть, таким образом берем чили перчик, ставим под углом. И примерно вот этой частью просто делаем небольшие сегменты. Под углом. Они будут на украшение у нас. Нож вот этот тоже подойдет, да? Да, конечно. Кляр у нас готов. Мы вымешали его, чтобы он был без комочков, однородной консистенции. Так, а из перчика не надо было семечки вынуть? Нет. Не надо вместе с семечками, да? Чуть-чуть потоньше надо. Хорошо, хорошо. Давайте мне на втором получится. Так, говорите потоньше. Да. Можете угол больше сделать и резать чуть потоньше. Как колбасу. Например. Просто мне нравится красно-зеленым игра цвета. Когда мы выложим креветки, мы украсим кунжутом и как раз перчиком. Как у меня на платье как раз сегодня. Красно-зеленый, сочно, летний. Да. Это придаст игру как раз цвета. И это очень приятно для глаз. У нас сегодня одна стилистика получается. Это очень здорово. Совершенно верно. Мне кажется, я справляюсь с перчиком, он у меня стал потоньше. Да, да, великолепно. Жарим их во фритюре, креветки, в панировке. Градусов 180 нам будет достаточно. 180. Если дома фритюра нет, например, и что-то подобное хочется сделать, то может быть в глубокой сковороде с маслом, да? Да, да. Масло какое используете? Растительное, но для фритюра, разумеется, специальное фритюрное. Буквально пару минут, и креветки будут готовы. Слишком долго тоже не надо, потому что продукт высохнет и потеряет. Не таким будет. Сочный. Так, да, главное не передержать. Так, украшение у нас готово. А соус у нас получается при подаче, да? Да, сейчас мы, как креветки пожарятся у нас, смешаем их с соусом, выложим их на тарелку. Пока у нас жарятся креветки, мы подготовим наш соус. Так, соус насыщенный. Еще какие-то манипуляции с ним нужны? Нет. Просто размешаем так. Он у вас чем измешанный такой? Такое ощущение, что он взбитый немного, как крем для торта. Обычно миксером я его взбивал, но там главное смешать ингредиенты. Ну, его выкладывать, да, Иван? Да. Давайте его лучше. Вы пока занимаетесь креветками, чтобы их не пропустить, их в самую лучшую кондицию, пока они дошли, сочные, не жесткие. Вот сейчас мы выкладываем этот соус. Он, правда, выглядит очень экзотично. Мне это очень нравится. То есть, получается у нас вот так вот. Ой, как все ярко получилось. Подготовим тарелку. Размешивается это прямо здесь? Да, совершенно верно. На самом деле все получилось очень быстро. Я даже не заметила, как мы это все приготовили. У нас почти готовая подача. И куда вы любите посыпать? Как раз в середину? Да, можно чуть-чуть посыпать. По всему периметру? Нет, на продукт. На продукт. Так, хорошо. В перчатках, конечно, неудобно. Аккуратно, чуть поменьше перца. Штучек пять буквально просто по краям для контраста. Это придаст контраст. Да. Если хотите, я могу пинцет вам дать. Все, достаточно. И сверху посыпаем кунжутом, пожалуйста. Кунжут. Пальцем задерживайся чуть-чуть. Я скажу, когда будет достаточно. Главное мне теперь в этой перчатке случайно не дотронуться до лица и не почесать глаза. Потому что я только что подержала острый. Какой перец? Тайский чили. Тайский чили. Самое то. Все, достаточно. И вуаля. То есть примерно получается у нас такое великолепное блюдо. Зеленый, красный, белый цвет. В принципе, вызывает аппетит. Сами по себе креветки, морепродукты вызывают аппетит. Это блюдо можно приготовить дома. То есть смешать майонез. Допустим, на 100 грамм майонеза нужно будет примерно 50-60 грамм сгущенного молока. Далее мы добавляем миллилитров 15-20 саке. Ну, можно без него. Кто, если негативно относится к алкоголю. И, соответственно, крем васаби. Его тоже можно купить в свободном доступе в магазине. Включено. Давайте я еще раз его подниму. Потому что, мне кажется, к моему наряду подходит это блюдо. Мы продолжаем наш мастер-класс. И сейчас у нас будет легкое блюдо. Как раз прохладительное, летнее. Что у нас будет вегетарианский салат? Вегетарианский салат. Да. Что нам для этого понадобится? Я вижу, у вас уже овощи подготовлены. Да, совершенно верно. Для этого нам понадобится салат чука, авокадо, зеленое яблоко, огурец и ростки сои, предварительно зашпаренные в кипятке. Еще нам понадобится ореховый соус. Соус ореховый готовый или вы сами делали? Мы доводим его до вкуса. То есть, тоже это секрет. На самом деле, я когда покупаю консервы, бобы, например, или хренадер, соус какой-то, я по вкусу, бывает, прямо в упаковку добавляю свои ингредиенты. Например, побольше перчика, уксуса, например, и уже новые краски появляются. Это правильно. То есть, можно так делать, да? Да, я бы даже сказал, нужно, потому что, ну, не все продукты насыщены вкусом, а самому, если доделывать, так сказать, дорабатывать, это вкуснее. Да, и тем более, например, если добавить уксус, то дольше портиться не будет, потому что это как дополнительный консервант. Есть обратная сторона, если, да, совершенно верно, уксус как консервант, но если добавлять уксус, то и сахар, чтобы этот вкус стабилизировался. Ну, да, чтобы в кислоту это все не ушло. Нарезаем огурцы соломкой мы. С помощью ложки аккуратно доставим авокадо. Так, авокадо должно быть зрелое. Да, вот это вот авокадо хорошее, ХАС, оно очень зрелое, оно почти в 90% случаев мягкое. Иван, научите наших зрителей, как правильно выбирать авокадо. Ну, авокадо всегда нужно смотреть на ощупь, если оно жесткое, то, соответственно, оно не подойдет нам. Авокадо ХАС имеет не зеленую кожицу, а черную, трубцовую, и оно в большинстве в своих случаях очень спелое, мягкое. То есть оно отличается, да? Да, да, да. С ним вы редко прогадаете. Значит, первая у нас в очереди авокадо. Потом идет огурец. А ингредиенты, они перемешиваются уже посетителям, когда вы приносите, да? Да, совершенно верно. Далее. Вы хотели порезать, да? Да, давайте. Давайте. Можете порезать яблоко дольками. Дольками, да? Тоненько, да, как авокадо. Я почему-то думала, что соломкой хотите. Тонкими дольками? Да. Яблоко у нас какого сорта? Яблоко сорта Грэнни Смит. Оно дает кислинку, тоже игра вкуса будет. Таким образом выложили ингредиенты для салата. И в конце мы поливаем добрые порции орехового соуса. Чтобы напитать это все соком еще, да? Да, да. А ореховый соус, он из каких орехов? Кунжут. В основном кунжут. Значит, он с горчинкой немного, да? Нет, он без горчинки, он очень мягкий, потому что с помощью некоторых рецептов я смягчаю вкус его, и он становится очень вкусным. Здорово. Чуть-чуть перец. Тут у меня подготовлена зелень. Я думаю, вегетарианские блюда так и должны выглядеть и подаваться, чтобы не было ощущения, что ты просто жуешь лист капуски. Чтобы было действительно сытно, сочно. Потрясающе. Я тоже так думаю. Вегетарианский салат готов. Дома сделать его тоже очень просто. Здесь очень много витаминов за счет авокадо, незаменимые есть аминокислоты, огурец, яблоко, кунжутный соус, ростки, сои. То есть все питательно, вкусно и полезно. Замечательно. Настало время панакотты. Панакотта у нас чем подается? Панакотта у нас ромашковая, будет с тоник-гелем, гранатовым сегментом апельсина и ореховым кремблом. Ну, сплошная экзотика. Это мое самое любимое. Начнем мы с самой панакоты. Так, она уже готовая. У нее консистенция желеобразная, сливочная, да? Консистенция, да, желе. Основа кокосового молока у нее, то есть само кокосовое молоко очень приятное, нежное и вкусное. Сахар и экстракт ромашки. Далее туда добавляются взбитые сливки и еще один ингредиент. Секретный ингредиент? Спрашивать не буду. Это что у нас? Это у нас тоник-гель, гранатовый. Тоник-гель. А как вы его делаете? Какие-то специальные технологии, может быть, техника нужна для этого? Для этого нужен агар-агар. Натуральный желатин, агар-агар, да? Получается. В принципе, да. И швепс. Почему называется гель, а не желе? Потому что, я смотрю, похож на мармелад или желе. Ну, потому что у него более консистенция к гелю все-таки идет такая, то есть нежная. У меня до сегодняшнего дня были ассоциации с гелем только косметические. Оказывается, еще есть и в кулинарии. Кулинарные, да. Так, это что? Это крембл из орехов грецких. Миндаль тут есть. Это что-то типа грильяжа, да? Это что-то типа коржа, сам по себе крембл изначально был во Франции, его придумали во Франции. Что-то типа коржа, то есть будет текстура геля, когда будет человек кушать это блюдо, у него будет текстура геля, текстура коржа и текстура самого крема панакот. Апельсин? Да, сегмент апельсина. Вырезаем апельсин аккуратно, чтобы не было ни косточек, ни пленок, чтобы его было приятно жевать и ничего нас не отвлекало. Апельсин должен быть сладким? Да. То есть получается у нас такое прекрасное блюдо, тоже контраст, летнее, насыщенное, очень вкусное. То есть в жару его прям за радость. Ну вот у нас и готовы летние кулинарные изыски. Я помогала шеф-повару Ивану Данилину. А вы, дорогие зрители, смотрите нашу передачу «Кухня» на Управда ТВ. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!